Спасибо. Добрый день уже. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу секцию, уже стала которая традиционной секцией, реабилитация в онкологии. И эту секцию сегодня начну я с доклада, затем наши коллеги прочтут доклад. Вопросы будут разносторонние, и я считаю, что мы сегодня подчеркнем большой опыт, нестандартный опыт проведения реабилитации в онкологии. Споров много, что мы делаем, надо ли делать, надо ли употреблять такое слово реабилитация. Но в своем докладе я обращу внимание и остановлюсь на конкретной реабилитации в восстановительном лечении радикально оперированных онкологических больных. И начну я с того слайда, что спрошу всех вас и, наверное, сама буду отвечать на этот вопрос. Что мы поднимаем под реабилитацией радикально оперированного пациента? Когда мы начинаем эту реабилитацию, какие реабилитационные мероприятия мы начинаем? И зачем? Какие цели мы хотим достигнуть на этапе реабилитации ранней? А у меня с экрана улыбается мой учитель. Наверное, человек, который сделал меня врачом, сделал меня ученым уже теперь. И, собственно говоря, он и являлся всегда инициатором всех начинаний в большой хирургии онкологических заболеваний. Это Владимир Петрович Харченко. К сожалению, он от нас уже ушел в прошлом году. Его теперь нет, но я эту лекцию, наверное, посвящаю его светлой памяти. И вот что он мне всегда говорил. Он мне всегда говорил, что пациенты не должны умирать от послеоперационных осложнений в 21 веке. Это тогда, когда мы пришли с ним в 21 век. Я уже, будучи опытным достаточно врачом, а он, будучи уже академиком, с которым считались, и к мнению которого очень прислушивались. Так вот, все время работы в онкологической клинике, которую возглавлял Владимир Петрович Харченко, мы всегда занимались реабилитацией. Но только слова этого мы не говорили. И мы всегда понимали, что пациента, которого мы приготовили для того, чтобы выполнить какое-то оперативное вмешательство, перед тем, как брать его на операционный стол, он у нас был всецело обследован, затем у него была операция, и уходил он из клиники, практически восстановленный, социализированный и готовый приступить к труду. Вот это и была реабилитация. Но сейчас времена изменились. У нас сейчас совершенно другая медицина, с другим финансированием, с другими условиями госпитализации и пребывания на реанимационной койке, на стационарной койке. И поэтому мы знаем, что мы, прооперировав человека через несколько, если он без осложнений, на второй, на третий день, при большой даже операции, переводим из реанимации, а затем через неделю, сняв швы, или уже не сняв швы даже, отправив его в поликлинику, снимать швы, отправляем пациента домой. И теперь, конечно, стоит вопрос. Вот я повторяю, что сегодня в наш век, когда мы очень быстро выписываем больной стационаром, мы теперь говорим, что нам необходима реабилитация, именно реабилитационный период больному, который радикально оперирован, который онкологический. Мы знаем, что такое медицинская реабилитация, и сейчас это уже профессия, это уже специальность, физическая реабилитационная медицина. И под медицинской реабилитацией мы точно понимаем, что это мероприятие, которое направлено на возможное восстановление и компенсацию нарушенных функций, которые мы нарушили в результате хирургического вмешательства или сочетной такой сложной терапии. И если у нас полностью утрачены эти функции, то их протезирование. Другими словами, нам надо восстановить человека, научить его говорить работать, обслуживать себя и максимально его социализировать. Модель проведения медицинской реабилитации вот представлена на этом слайде. Сейчас, когда Союз реабилитологов издал уже множество различных методических рекомендаций, статей, есть даже монографии, в которых сказано, что процесс медицинской реабилитации – процесс многоэтапный. И первый этап – это отделение интенсивной терапии, это специализированное отделение стационара, затем реабилитационное отделение стационара или реабилитационный центр, и потом еще амбулаторная помощь, амбулаторный этап реабилитации. Примерно вот на такие этапы мы делим теперь все реабилитационные мероприятия, а мы с вами сосредотачиваемся, конечно, на отделении интенсивной терапии, на специализированном отделении стационара. И говорим о том, что цель ранней реабилитации, даже идеология, я бы сказала, это избежать долгосрочного пребывания в реанимации. Именно так. Мы профилактируем пролежние, респираторные осложнения, боремся с возможными контрактурами сустава, с тромбоэмболическими осложнениями, мы вертикализируем пациентов и оказываем другие мероприятия, которые рекомендуются по профилактике ПИД-синдрома, знаменитого ПИД-синдрома, который инициатором описания и разработки которого является Андрей Агустович Белкин. И мы в этой ранней реабилитации ему четко следуем. Однако онкологические больные, они несколько иные. И методы онкологического лечения, методы лечения онкологического больного, также несколько иные. Это не просто хирургическое лечение, это обязательно лечение комбинированное, хирургическое плюс пред- или послеоперационная лучевая терапия. Это комплексное лечение, которое сопровождается обязательно приемами химиотерапии и так далее. И мы очень четко знаем, что уже давно в практике лечения онкологического больного появился такой термин как терапия сопровождения. Для того, чтобы пациент хорошо перенес химиотерапию, лучевую терапию, совместную в комбинированном лечении или самостоятельную, мы применяем широко экстракорпоральные методы детоксикации, терапию ксеноном, современные препараты применяем для удаления тошноты и рвота. И, собственно, это тоже накладывает отпечаток на состояние нашего больного. И вот когда мы говорим о том, что мы заканчиваем, мы сделали радикальное вмешательство, это очень хорошо, это большая наша победа, потому что сейчас наш век, когда у нас есть современные такие пути хирургической техники, лапароскопические операции, есть поддерживающая терапия, которая уже сказала, химиотерапию, теперь анестезиологические препараты, они с минимальной токсичностью, и мы, наверное, уже редко кому можем поставить диагноз такой, что мы, вернее, не диагноз, мы редко кому можем отказать в операции из-за его коморбидного состояния. Эти все новшества дают онкологическому пациенту шанс не только на выживание, но на то, чтобы он удовлетворительно качество жизни соблюдал на протяжении тех лет, которые ему отпущены. Но, однако, вот когда мы говорим, что онкологический пациент прооперировался, через 5 дней пошел домой, он такой молодец, мы не должны забывать, что он больной другой, и его адаптационные возможности гораздо ниже, чем у больных с неонкологическими заболеваниями. И восстановление жизненно важных функций затягивается на несколько дней даже при благополучном течении послеоперационного периода. На данном слайде мы видим, что отличает онкологического больного от пациента в другой патологии. Это, как правило, наличие белковой энергетической недостаточности, сопутствующей коморбидной патологии, нарушение коагуляции и нарушение иммунитета, паранообластический синдром. Это все тут, можно сказать, свалено в одной кучке, но эти все характеристики онкологического больного были даны любым врачами онкологической клиники. Для каждого чем-то онкологический больной выделялся. У кого нарушение иммунитета, у кого нарушение коагуляции, и самое главное, что мне нравится вот такой описанный послеоперационный синдром. Давно уже была выпущена такая монография, и там было введено понятие послеоперационный синдром. То есть это длительная метаболическая дисфункция, которую предстояло больному компенсировать. И синдром гиперкатаболизма и гиперметаболизма, это тот, который, собственно говоря, присутствует у всех пациентов. И вот определение сценария, что же мы делаем, какую реабилитацию мы делаем на этапе интенсивной терапии. И мы говорим, опять же вопрос, когда начинать реабилитацию. Или провести интенсивную терапию в послеоперационном периоде, затем реабилитировать больного. Или интенсивная терапия и после устойчивой стабилизации, вернее, сразу начать реабилитацию. Или интенсивная терапия, а потом начать реабилитировать пациента. Или же интенсивная терапия, а реабилитация очень длительно потом. И на самом деле этапы реабилитации, Катерина, не жаль, что у меня лекция. И вот этапы реабилитации, которые у нас происходят. Первый этап начинается в первый день после операции. Возможно, ранняя активизация пациента, возможно, расширение двигательного режима, возможно, просто различные упражнения в кровати, но это обязательно активизация пациента. Второй этап – это восстановительное лечение в стационаре, когда мы рассчитываем на то, что у нас метаболическая терапия, когнитивная двигательная реабилитация обязательно осуществляется на стационарном этапе лечения для полноценного восстановления онкологического больного. И, конечно, онкологический больной, даже уходя из стационара, если мы его там продержали для улучшения когнитивных двигательных функций и победили его метаболическое такое вот длительный метаболический послеоперационный синдром, то он все равно нуждается в третьем этапе реабилитации. В реабилитации когнитивной двигательной метаболической на этапе дома или в санатории, когда мы даем ему специальные упражнения для когнитивного развития, когда мы ему даем специальную нутритивную терапию для его метаболической реабилитации и ту двигательную нагрузку, которую он может перенести. И у меня однажды хирурги, я у хирургов читала какую-то лекцию по раку легкого, по раку желудка, и он сказал, хирург один задал вопрос, ведь вот если у человека сделана радикальная операция, удален рак желудка, у него же уже нету рака, почему мы его считаем онкологическим больным? Это первый вопрос был, мы на него ответили, но самое главное, он говорит, когда он у меня поправился, вот когда я считаю, что он у меня здоров, когда его можно уже отпустить от себя и не так плотно курировать. Я считаю, что вот медицинская реабилитация, тогда я просто рассказывала, что это восстановительное лечение, оно заканчивается тогда, когда идет пациент и врач, и мы не можем отличить походку врача от походки пациента. Если он идет и общается с ним на равных, если он переносит все те же нагрузки, что и врач, значит он у нас социализировался, поправился, и его можно отпускать в жизни. И вот таким образом реабилитировать пациента можно только тогда, когда мы соблюдаем все принципы реабилитации. Сейчас это очень актуально всегда говорить про то, что принцип реабилитации, главный принцип, это должна быть непрерывность, раннее начало, продолжительный, это очень эффект, это мультидисциплинарность, участвовать могут и нужно, чтобы участвовали очень многие врачи многих специальностей. Самое главное, она интенсивная и непрерывная реабилитация, только тогда мы достигаем успеха. И вот здесь такой достаточно перегруженный слайд, но мы видим, сколько людей задействованы в настоящей, в полноценной реабилитации и социальной, и физической, и когнитивной у пациентов. И каждый вносит свою лепту в эту лестницу вверх, в лестницу для восстановления сил человеческих, для восстановления его полностью социальной активности. И мы теперь уже можем говорить с вами о том, что в реабилитации, вообще в медицине появилось новое направление, реабилитация на этапе проведения интенсивной терапии. И уже сформированы бригады, которые должны участвовать в этом раннем реабилитационном процессе, уже сформированы принципы, что необходимо делать в раннем реабилитационном процессе. И, конечно, нам тут помощью тот самый реабит, который, кстати, новое издание, которого Андрей Августович озвучил и распечатал только недавно, там соблюдены все те же принципы раннего реабилитационного процесса. Так вот, кто же должен проводить эту самую медицинскую реабилитацию на раннем этапе? Здесь у вас озвучены все те, ну, все невозможно, все, кто участвует в лечебном процессе. Здесь указаны такие основные специалисты, которых мы всегда считаем, что им пока не место в реанимации. И когда процесс еще совершенно не закончился полной стабилизацией жизненно важных функций. И тем не менее, все-таки нутрициолог, невролог, логопед, инструктор ЛФК и, самое главное, врач физической реабилитационной медицины, который видит потенциал этого человека восстановительный, который диктует ему, какой у него должен быть потенциал и какую программу ему дать по силам. Необходимо быть. А кто стоит в центре всей этой нашей схемы? Кто руководит процессом? Кто регулирует, что сегодня пациенту можно, что нельзя? Можно ли ему позаниматься с инструктором ЛФК? Можно ли его сегодня вертикализировать? Или ему необходимо лишний раз консультацию невролога для понятия, какие неврологические функции у него пострадали, например, если это нейрохирургическая операция. Или как пострадали неврологические функции, если у него возникло какое-то осложнение и так далее. Так вот, реаниматолог, он у нас первая скрипка, и он руководит всей этой программой. В послеоперационном периоде, мы уже его немножко затрагивали, это время, когда организм больного восстановляет все функции жизненно важных систем после операционного стресса. То, что операционный стресс есть, вы прекрасно понимаете. То, что он влияет на развитие различных изменений, хотя бы даже в лабораторных анализах. Это мы тоже понимаем. И вот на первом этапе после операционного периода роль анестезиолога вообще сводится вроде бы не к простому достаточно, к простой роли. К созданию комфортных условий больному и наблюдению за его восстановлением его функций. Но это на самом деле сложно, потому что здесь главное ничего не просмотреть. И главное увидеть приближающиеся вероятные осложнения. И вот эта система наблюдения за восстановлением функций и помощь в восстановлении этих функций, она очень большое значение имеет. И есть Анатолий Николаевич Кондратьев, который говорит о послеоперационной опрятности, общереанимационной опрятности. А я говорю, я очень благодарна ему за эти слова и очень понимаю значение вот этого большого слова общереанимационный уход. Это слово комплексное, оно включает в себя все проблемы, которые необходимо решить у больного в восстановительном периоде. И вот этот общереанимационный уход мы считаем это начало реабилитационных мероприятий в послеоперационном периоде. Ну а вдруг если случилось осложнение после хирургического вмешательства, если мы не усмотрели что-то или так должно быть, или состояние ухудшилось в результате токсического влияния химиотерапии, которая тоже была необходима. И мы всегда идем на грани того, что может человек перенести или нет. И мы надеемся, что наши действия, они правильные. И иногда мы идем заведомо на сильный токсичный препарат в надежде, что мы сможем с помощью наших методов интенсивной терапии состояние пациента скорректировать. И, конечно, бич этого всего процесса послеоперационного нашего пребывания, это послеоперационно-инфекционное осложнение. Чаще всего это, конечно, пневмония, уроинфекция, раневая инфекция. И здесь конкретные меры лечения этой инфекции, это тоже элемент реабилитационной программы в послеоперационном периоде. Что должен сделать врач? Он должен санировать очаги инфекции, он должен восстановить состав тела. Коль мы не смогли это сделать раньше, или пациент пришел к нам уже, и мы вынуждены были сделать ему операцию в таком состоянии, как здесь изображено на картинке состояние этой женщины. И мы должны в это время максимально адаптировать пациента к окружающей среде. Вот это все эти задачи, они на самом деле просто выглядят коротко, а они достаточно сложные. Сложное это умение, искусство врача вылечить больного после длительной, серьезной, большой, но радикальной операции. И вот часто задают вопрос, нужна ли седация пациенту, если он лежит в критическом состоянии в послеоперационном периоде, или после химиотерапии, или вообще просто потому, что у него случился какой-то критический инцидент. Если больный находится в низком уровне сознания, то многие считают, что в этом состоянии ему седация не нужна, обезболивание ему не надо. Но мы показали на наших пациентов, что пациенты боль ощущают, чувствуют, дифферентация происходит. И мы видим, что с помощью специального монитора, который тут представлен, а не монитор, анальгезия, ноцепшен индекс. С помощью специального индекса мы видим, что он нуждается в какой-то коррекции болевых синдромов, который показывает соотношение активности симпатической и паросимпатической нервной системы. И если больной находится в большей активации симпатической системы, то, конечно, он нуждается в какой-то коррекции этого состояния. Поэтому родился термин, и мы говорим о комфорте и пациент-ориентированном таком лечении, обезболивании без чрезмерной седации. И мы не говорим, что человеку в послеоперационном периоде не надо давать опиоидов. Наверное, я буду очень немодной, если скажу, что я все-таки не мыслю большой послеоперационный период, тем более осложненный, без применения опиоидов. Но у нас есть прибор, анализия и нотсцепшн индекс, по которому мы можем сказать, сколько нам надо опиоидов, сколько нам надо неопиоидов для того, чтобы привести пациента в состояние комфорта. Комфорт – это, повторяю, состояние, при котором центральная нервная система и вегетативная нервная система находятся в нормальных пределах. И вот этот стимул, который у нас есть, он является нормальным на раздражение. И индекс находится в пределах от 80 до 60 по этой шкале, которая придумана разработчиками этого мудрого прибора. Еще одна реабилитационная методика, я считаю, в послеоперационном периоде, коль уж у нас больные, например, чем-то отяжелели пневмонии и так далее, то мы применяем, конечно, режимы механической вентиляции. И здесь вообще непочатый край рассуждений. Но, конечно, мы должны, собственно говоря, идеально все равно стремиться к режимам без подавления самостоятельного дыхания и при первой возможности начать тренировку самостоятельного дыхания, отлучение от респиратора и перевода больного на самостоятельное дыхание. Белково-энергетическая недостаточность, вы прекрасно знаете, что у наших больных она распространена и чудес не бывает. И в послеоперационном периоде, коль уже пациент лег на операцию, это не значит, что у него белково-энергетическая недостаточность была полностью компенсирована. Вовсе нет. Вот это достаточно уже древний, можно сказать, слайд, который нам подарил Лавиана из университета Рома, профессор Лавиана. И вы видите, по данным, которые он собрал у онкологических пациентов, самый большой процент распространения белково-энергетической недостаточности. Дисфагия – это то, с чем мы боремся тоже на первых этапах послеоперационного периода при различных операциях. Боремся и занимаемся тут же с ними лакопедическими занятиями, прямо сразу начинаем в реанимации бороться для того, чтобы победить это сложное осложнение. Ну и, конечно, нутритивная поддержка, правильная нутритивная поддержка – это тоже один из элементов реабилитации. И сейчас уже совершенно, наверное, не стоит дискутировать. И мы говорим, что мы можем, конечно, потребности в нутриентах рассчитать по международным рекомендациям, по потерям азота с мочой и по данным непрямой калориметрии. Если есть у вас калориметр, метаболограф, если вы можете уделить внимание и полчаса померить больному уровень его метаболизма вместе с потерями азота, это, конечно, будет самый правильный путь. А если нет, то, конечно, по рекомендациям, которые есть во многих учебниках, и мы рекомендуем на этапе реабилитации, наверное, по 45 калорий на килограмм в сутки, но это уже реабилитационный этап, не в реанимации, да? Но я вам скажу такую страшную тайну, приоткрою, что мы, измеряя пациент, измеряя метаболические потребности пациента с помощью метаболографа, до такой цифры еще ни разу не дошли. И вот здесь мы рассказываем о том, что непрямая калориметрия – это совершенно замечательно и совершенно необходимо, если такая возможность есть. Ну и чем мы будем кормить пациентов и как мы их будем кормить? Конечно, самый лучший путь – это путь энтеральный, если к этому есть какая-то возможность. И мы пытаемся накормить пациента, пытаемся дать ему высокий белок, дать ему много энергии, но, к сожалению, это имеет и обратную сторону. И мы очень хорошо знаем, что появляется гиперкатаболическая азотемия, появляется извращенный синтез белка при выраженной системной воспалительной реакции, гипергликемия получается. Ну, что приводит к органной, все-таки, к частой органной дисфункции, кишечной недостаточности. И с этим тоже нам приходится бороться. Пит-синдром мы уже употребляли, вернее, уже рассказывали про это. И вот я еще раз вернусь к пит-синдрому и проведу такую параллель. Вот мы очень много чего забываем и не считаем важным, что прописано вообще в реабите. Мы забываем периодически поднимать головной конец нереанимационной кровати на 30-45 градусов. Мы забываем выполнять пассивные движения в конечностях. Мы забываем пользоваться профилактическим подножом голенно-стопного сустава, если у нас человек находится достаточно длительно имбилизован в результате какого-то хирургического вмешательства. Мы забываем периодически ослаблять давление в манжете интубационной эритрохиостомической трубки. Ну и мы совершенно забываем, что человек лежит в реанимационных условиях, что там нет физиологического сна, что там нет смены сна, бодрствования, что мы не выключаем свет и не контролируем уровень шума в отделении. И вот если мы это все периодически забываем, не считаем важным, человек пролежал около двух-трех недель в реанимации, и мы этого не делали, то потом мы как раз и сталкиваемся с тем, что пациенту необходимо перевод в специализированное отделение, туда, где он еще зависимый от нарушения жизненно важных функций, должен проводить свои реабилитационные мероприятия. Не в отделении реабилитации, там общего профиля, где там одна сестра на 15-20 больных, а в общем-то в полноценном отделении реанимации только специализированном. Тогда необходимо просится длительная поэтапная вертикализация под контролем центральной гемодинамики. Это целая процедура, с которой занимается целая бригада из трех вертикализаторов, которые контролируют артериальное давление при каждом сердечном цикле, каждый сердечный цикл. И пытаемся пациента все-таки вертикализировать для того, чтобы без вертикализации какая дальше реабилитация, какая дальше социализация. Мы пытаемся мобилизировать пациента под контролем 21 стоп-сигнала. Если на начальном этапе нам легко поднять и опустить головной конец, и с пациентом ничего не будет, то здесь 21 стоп-сигнал нам мешает для того, чтобы его активно вертикализировать. Отлучать от искусственной вентиляции, если мы не отлучили его на первых этапах после операционного периода, если случилась пневмония или какие-то... Ну, я... Не только объективные причины, но и субъективные причины, когда пациента просто... Конечно, проще его вести на аппарате слишком долго, когда он уже сам попросится, но такого не происходит. Их надо все-таки даже на раннем этапе отлучать, тренировать специальным образом. И если это происходит уже через месяц-полтора, то это длительный алгоритм отлучения от искусственной вентиляции легких. Это борьба с пастикой и судорогами, лечением специальным препаратами, в частности, дорогостоящим ботулотоксином. И другие дорогостоящие методики реабилитации, к которым можно не прибегать, если реабилитацию мы начинаем на ранних этапах. Еще одно реабилитационное мероприятие при лечении онкологических пациентов это борьба с тромбоэмболическими осложнениями. И здесь тоже очень много чего можно сделать, но самое главное, что профилактику надо проводить. Надо одевать бинты, надо одевать чулки, что хотите. И надо проводить специальные, собственно говоря, меры механической профилактики. Если мы говорим о различных проявлениях веносно-недостаточности у данных пациентов, если мы говорим, что хирургических пациентов, пациентов общихирургического профиля, мы у них не проводим ангиосканирование нижних конечностей и малого таза, то у онкологических больных это делать необходимо. И в переоперационном периоде, перед операцией, максимально близко к операционному времени. И в послеоперационном периоде. А если есть флотирующие тромбы, то пневмокомпрессия нам запрещена, поэтому нам надо это обязательно отследить и совершенно внимательно к этому отнестись. И естественно остается нам только вертикализация, мотомеды и различные упражнения. Это методы ускорения кровотока, которые очень эффективны при любой катастрофе, которая у нас происходит в послеоперационном периоде у наших пациентов. Не забываем о лечении положения, о двигательной реабилитации. Здесь показаны все эти методы. Не забываем о том, что пациент, который у нас выписывается из этапа стационарного, он должен заниматься активно. И двигательной реабилитации должен заниматься кинезиотерапией, должен заниматься бостерапией, интеллектуально развиваться и так далее. И все это делает большая бригада, большая бригада, большая команда врачей, которая, ну, наверное, я не боюсь этого слова, она должна быть самоотверженной. И эта работа команды, она, конечно, очень тяжелая, но очень благодарная, когда мы видим, что пациенты выписываются от нас живыми и здоровыми и приходят к нам, возвращаются к нам совершенно в цивилизованной форме, одетыми со словами благодарности. А закончить я хочу словами Евгения Моисеевича Левитте, человека, который также оставил в моей судьбе совершенно неизгладимый след. И мы вот сейчас все это расписали, и мы все это прекрасно знаем, что нам делать. Но на самом деле я не хочу ставить точку и говорить, что это все, чем мы сегодня располагаем, это все те методики, дальше которых уже, наверное, идти, ну, наверное, бессмысленно. Вообще это не так. Я у Евгения Моисеевича прочитала в дневнике его фразу. Через два месяца после работы, после начала работы в институте, я шел домой и вдруг подумал, что я буду делать дальше, ведь я же уже все знаю. А вот последующие 40 лет работы прошли в полном противоречии с этим утверждением. Так вот у меня сейчас, я, наверное, 40 лет работаю уже и в институте, и в другом институте. Сейчас я работаю над реабилитационными проблемами. И вот, хотя мне иногда кажется, что вот, мы уже знаем четко, что надо делать в ранней реабилитации, и дальше уже пути никакого нет. Наверное, это не так. Наверное, еще впереди очень много того, что мы должны узнать. И впереди цифровая медицина, впереди робототехника. И, наверное, на следующий год, если это становится у нас системой, эти наши реабилитационные, реабилитационные такие сессии в онкологическом конгрессе, то, я думаю, на следующий год мы уже предложим какие-то новые цифровые методики для формирования реабилитационной среды онкологического больного. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.